Привет, я Анна Немолякина, в эфире программа «Дайджест» на портале Москва Баку. Здесь мы рассказываем вам самые интересные новости о культуре, не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю, сегодня в нашем выпуске. В Давосе представили видеопрезентацию «Баку Экспо-2025», Лейла Алиева презентовала новую картину, и Максим Галкин и азербайджанский гипнолог проверят звезд на прочность в эфире Первого канала. Подробности расскажем далее. В Давосе 23 января состоялась церемония презентации «Баку Экспо-2025». Различные уголки города, где проходил Всемирный экономический форум, были украшены постерами и баннерами, посвященными «Баку Экспо-2025». Церемония презентации началась с демонстрации видеопроекции. Далее был показан мини-фильм, посвященный презентации «Баку Экспо-2025». В фильме представлена обширная информация об истории и культуре Азербайджана в проведенных страной мероприятиях. Выступая на церемонии, глава рабочей группы «Баку Экспо-2025» Ильчин Амирбеков рассказал, что Всемирная выставка, как и Всемирный Давосский форум – важная платформа, где встречается весь мир, чтобы обменяться мнениями. Он подчеркнул, что Азербайджан является мостом между Европой и Азией. И в стране, обладающей древней историей и богатой культурой, в последние годы был проведен ряд мероприятий мирового значения. Азербайджан успешно провел у себя международные культурные и спортивные мероприятия. С этой точки зрения для проведения «Баку Экспо-2025» имеются все условия и инфраструктура. На минувшей неделе мы сообщали, что 16 января 2018 года на заседании Президиума столичного правительства мэр Сергей Собянин присвоил скверу у азербайджанского посольства в Москве имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Сквер располагается в Есейвском переулке напротив дома, где много лет прожил великий Магомаев вместе с супругой Тамарой Синявской. Корреспонденты «Москва-Баку» вышли на улице столицы с вопросом, одобряя для москвичей новое решение властей, а также что значит для них имя великого Муслима Магомаева. Сквер достаточно старый, и Муслима Магомаева я очень тоже уважаю, потому что это величайший певец, величайший просто поклон ему. Все равно этот сквер останется таким же сквером, и все всегда тут будут собираться, там люди искусства, театралы, творческие люди какие-то. Поиски членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Евалар» продолжаются. По информации штаба, созданного в связи с поисками пропавших в горной местности Кубинского района альпинистов, в поисках участвуют спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, а также состоящие из профессиональных альпинистов отряды добровольцев. По словам руководителя клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Евалар» Зии Гасымлы, поиски ведутся в направлении Ханалыда и Туфандага. Погодные условия на территории нормальные, участвуют специалисты, приглашенные из Турции. Поиски пока безрезультатны, они будут продолжаться до тех пор, пока альпинистов не найдут, сказал Гасымлы. Также подключены им наснащенные специальным оборудованием специалисты Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской республики. Во время поисково-спасательных мероприятий были проверены им территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места. Спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом 3000-3200 метров над уровнем моря. Автор и ведущий программы «Непутевые заметки» любитель путешествий Дмитрий Крылов снял очередной выпуск своей программы в Азербайджане. Телеведущий Дмитрий Крылов придумал «Непутевые заметки» в начале 90-х годов. Авторская программа в 2018 году отпразднует 26 лет, а на первом канале она выходит с 96-го года. В новом выпуске много азербайджаней Крылов и съемочная группа побывали в Баку, Кабустане, Янардаге и уникальном курорте на Скалане. Конечно, при всех этих архитектурных изысках и устремлении в будущее, Баку, и тут старик Дюма совершенно прав, по-прежнему восточный город. С минаретами мечети и коврами на торговых улочках, типичными бакинскими балкончиками и впечатляющим дворцом ханов, караван сараями и чайными, зазывно-ароматными прилавками со специями и антикварными лавками. Неделя моды в Париже началась с российского скандала. Причиной горячих обсуждений в сети стало сообщение, отправленное российским дизайнером Ульяной Сергеенко в Мирославе Думе. Скандал начался после того, как Дума опубликовала в своем инстаграм-аккаунте приглашение, в котором была фраза «To my niggas in Paris» — «Моим ниггерам в Париже» на модный показ Сергеенко. Публикация вызвала скандальный резонанс в Париже и в социальных сетях. Своё возмущение по этому поводу высказала и супермодель Наоми Кэмпбелл. Топ-модель написала у себя в инстаграм следующее. Серьёзно? Почему ты а. написала это, б. опубликовала это? Кто-то ещё собирается посетить её шоу? В ответ на пост Наоми Кэмпбелл Ульяна Сергеенко опубликовала в инстаграм следующее заявление. Я проснулась утром и увидела на моём телефоне множество оскорбительных сообщений и так далее. Я родилась в маленьком городке на востоке Казахстана. Моя дочь наполовину армянка. Дизайнер была замужем за армянским олигархом Данилом Хачатуровым. Я никогда не делила людей на чёрных и белых. Один из моих любимых музыкантов Хани Уэст и его песня «Nigas in Paris» является одной из моих самых любимых. Да, иногда мы называем друг друга словом на букву «Н». Когда хотим верить, что мы такие же крутые, как эти парни, исполняющие её. Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого я могла обидеть, заключила Ульяна Сергеенко. Несмотря на то, что Ульяна упомянула о происхождении своей дочери и извинилась, комментаторы в сети всё равно заваливают её нелестными высказываниями. Вирослава Дума также извинилась, но в результате российского скандала её исключили из Совета директоров англоязычного издания о мамах и детях «ДТО», основанной самой Думой и Насибой Адиловой. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список доверенных лиц кандидата на пост президента Владимира Путина. Среди них Михребан Садыгов, президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Азерос. В первую часть списка доверенных лиц Путина вошли 259 человек. Затем регистрацию прошли ещё 154 человека. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты может назначить доверенными лицами около 600 человек. В список доверенных лиц Путина вошли представители общественности страны, деятели культуры, журналисты, деятели науки и спортсмены. На минувшей неделе в Турции скончался молодой человек по имени Угут, история которого несколько лет назад поразила жителей России, бывших республик СССР и Турции. Турчанка Гульсум буквально усыновила парня и около 10 лет ухаживала за ним, как за родным сыном. В 2013 году история Умута получила огласку на телевидении. Гульсум дала интервью в программе Андрея Малахова. Поступок в Турчанке поразил всех зрителей без исключения. Позже пять россиянок утверждали, что узнали в молодом человеке своего сына. Однако экспертиза ДНК этого не подтвердила. В феврале 2017 года в дом Гульсум приезжала россиянка азербайджанского происхождения Ирада Мустафа Углу. Она рассказала, что Умута на самом деле зовут Кенан, и он является гражданином России. Отмечается, что она обратилась в суд Анталии с заявлением на установление материнства, после чего у Умута взяли кровь на анализ ДНК. Во время их встречи Умут протянул к Ираде руки и засмеялся. Гульсум отметила, что такая реакция на чужого человека последовала впервые. Ирада почти 18 лет ищет своего пропавшего без вести сына Кенана. Азербайджанский канал пригласил женщину на передачу «Ищу тебя», аналог российской передачи «Жди меня». Жительница Башкирии на прошлой неделе планировала приехать в Турцию, чтобы вновь видеть Умута и довести до завершения вопрос ДНТ-экспертизой. Она приехала в Баку, оттуда хотела направиться в Анталию, но, к сожалению, Умут скончался на минувшей неделе. Тем не менее, женщине очень важна та новость, которая ожидает ее в эфире азербайджанской передачи. А сейчас совсем коротко расскажем о том, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. В Госдуме предложили переименовать одну из улиц Москвы в честь азербайджанского генерал-майора, Героя Советского Союза Ази Асланова. За героическую борьбу против немецко-фашистских войск Ази Асланов был дважды награжден звездой Героя Советского Союза. Общественный деятель Лейла Алиева представила в Инстаграм новую картину под названием «Любовь». Напомним, что в 2017 году Лейла Алиева презентовала в Москве собственную выставку картин для благотворительного проекта «Ноживая жизнь». Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров в рамках восьмого тура шахматного супертурнира в голландском Вейн-Анзее проиграл представителю Нидерландов. Несмотря на проигрыш, Мамедьяров находится на третьем месте турнира. Первые два места разделяют норвежец и действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон. Солистка Большого театра, заслуженная артистка Азербайджана Динара Алиева 31 января даст Москве концерт, посвященный памяти российского баритона Дмитрия Хворостовского. Мероприятие пройдет в концертном зале именем Петра Ильича Чайковского. Подписчики звезды турецкого кинематографа Бурака Асчевита в Инстаграм не оценили порыв актера, опубликовавшего пост в поддержку ВС Турции, начавших операцию против курдских формирований в сирийском Африне. На снимке актер предстает в военной форме с автоматом в руках. Сопроводил снимок он следующим комментарием. Пусть Бог хранит нашу армию. Молюсь за вас. Песни автора, композитора и исполнителя Игоря Тимакова, посвященные Баку и его жителям, слушали и пели в 80-е и 90-е годы прошлого века. Его композиции «Кубинка», «Завокзальная улица», «Баку. Столица» популярны и в Азербайджане, и среди тех, кто волею судеб живет далеко за пределами своей родины. Ностальгический шансон возвращает их на берег Аспия в любимый город детства и юности. Сегодня Игорь Тимаков живет и работает в Москве. Он является автором многих песен ярких звезд российской эстрады. Во время последнего визита исполнителя на родину портал «Москва-Баку» решил выяснить, как живется бакинцу Игорю Тимакову в российской столице. На Первом канале в феврале стартует шоу «Звезды под гипнозом», в котором известные люди переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении благодаря гипнозу. Ведущим шоу станет Максим Галкин, а его соведущим — азербайджанский гипнолог Иса Багиров, который заставит известных людей с помощью гипноза использовать скрытые возможности сознания. Иса Багиров родился в Баку в 1983 году. Он сын азербайджанской сновидящей Далины Багировой. Ранее он принимал участие в таких проектах, как «Черное и белое» и «Экстрасенсы против детективов». На эксперимент Первого канала уже отважились на Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур Родригес, Тимур Соловьев, Елена Максимова, Елена Пулецкая, Доминик Джокер, а также многие другие звезды. Ты знаешь, что мой голос — это та самая программа, которая будет работать. И имени у тебя больше нет. Я стираю из твоей памяти. Премьера сезона. Скоро на Первом. Извини, что спрашиваю, а фамилию забыл твою? Панайотов. Точно. А имя? Происходит вообще. Подожди, подожди. Ты же выступаешь с концертами, да? Естественно. Ну, естественно, да. Ну, на афишах чего пишешь? Просто Панайотов, что ли? Не знаю. На сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Москва Баку на YouTube, чтобы получать интервью со звездами на репортаже с кинопремьер и не только. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok